В Беларуси идет работа над двумя проектами новых кодексов об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного. Часть санкций и правоприменительную практику пересмотрят. Например, некоторые санкции станут мягче, возможно, отдельные правонарушения признают незначительными, а значит, исчезнут оставания для привлечения к ответственности. Такая норма есть и сегодня, но работает не совсем хорошо. У нас есть план, по которому мы будем работать, расписан по дням практически. Нам необходимо определиться с тем, какие виды административных правонарушений и как мы их разделим. Будут они градированы на несколько видов, менее тяжкие, так называемые, более тяжкие. Уменьшим жесткость санкций, безусловно. Пересмотрим все санкции, в том числе все составы административные, на предмет неактуальных. Административный процесс все-таки должен быть достаточно быстрым, он не должен вызывать затруднений. Насчет пересмотра правоприменительной практики говорили сегодня в прокуратуре. Есть серьезные нарушения в работе судебных исполнителей, проблемы по уголовным и хозяйственным делам. По административным исполняется лишь половина штрафов. Есть и другие недостатки. Несвоевременное возбуждение исполнительных производств, недлежащая проверка имущества должника и непринятие мер к объявлению его в розыск. Положение необходимо исправлять. Затронули тему борьбы с домашним насилием. Есть проблема в семейно-потовых отношениях, когда переплетаются функции ЖЭСов и МВД, как это непарадоксально звучит. Вот я против такого порядка. Надо, чтобы был один, как говорится, человек, который за это все отвечал, и это может сделать только работник МВД. Работники ЖЭС этого не сделают. Кроме совершенствования борьбы с коррупцией и торговлей людьми, упор также сделают на профилактику и пресечение преступлений, связанных с семейным насилием, несовершеннолетними, ранее судимыми, а также распространением наркотиков.